Здравствуйте! Интервью с начальником Самарского регионального управления антимонопольной службы вышло довольно продолжительным. На несколько программ хватит важных заявлений и оценок, так что сегодня публикую вторую серию с оценками руководителя этого контрольного ведомства по поводу выявляемых комбинаций и методов борьбы с картельными сговорами и прочими мошенническими схемами по организации и проведению торгов по госконтрактам. В этом плане надо понимать важность работы и на покарание, и на упреждение нарушений. И вот это вот, я имею ввиду активное участие в процессах, касается не только региональных антимонопольных подразделений, но и органов правопорядка, прокуратуру, МВД. Вот на этот счет дал конкретные поручения и президент России Владимир Владимирович Путин, и начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев вот так вот сформулировал этот призыв. Не стоит ждать, пока лица, составляющие верхушку картеля, придумают новые антиконкурентные схемы, когда манипуляции на аукционах заменяются и коррупционными сговорами на конкурсах. Если есть решение антимонопольного органа, если есть лица, признанные виновными, ну то нельзя стоять в стороне, а нужно все-таки подключаться к решению проблемы и показывать на конкретном примере конкретной организации всем участникам торгов, что законы в нашей стране надо соблюдать. У меня вот недавно было поручение президента летом этого года об усилении именно взаимодействия между органами государственной власти правоохранительными и ФАС России в части разработки как раз-таки изменений нормативных правовых актов в этой части, усиления работы по появлению, пресечению и прочее. Очень непросто на самом деле делать, так скажем. То есть вот как раз, чтобы ваши разработки, то есть когда вы установили сговор какой-то или мошенничество, чтобы они автоматически уходили в прокуратуру, следственному комитету для более детальной проработки и квалификации этих деяний уже согласно уголовному кодексу. И на основе этого взаимодействия потом предложение по внесению изменений в те или иные нормативные правила акты. Прокуратура, мы с ними активно работаем и они даже говорят о том, что давайте не только будем применять санкции, но и будем даже в каких-то случаях, там где они еще не наступили, эти социальные последствия тяжелые, будем выходить с исками в суд о признании таких договоров недействительными, заключенными, но еще не реализованными. Чтобы те, которые заключили, внесли обеспечение исполнения уже контракта, суммы, заказчики отработали, чтобы можно было это сразу пресечь и сделать сразу выводы по должностным лицам заказчика и по ходу субъектам в части применения санкций, если это возможно. Есть тенденция к общему, так скажем, вниманию всех правоохранителей к этой проблеме и что все уже понимают на самом деле, что вред для общества от этих всех нарушений, он очень большой. Если раньше как бы к этому относились, ну что, ну какое-то нарушение. Антинополиск-надайство, это все равно, что говорят, ну да, а когда счеты, вот, да, 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 или там качество, что-то начинается разваливаться, что было построено недавно и опять снова здорово, тогда уже люди понимают, что да, уже общество теряет на самом деле много. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...